Что у тебя в борьбе? Какие успехи, во-первых? И что тебе нравится в ней? В борьбе, ну, из-за того, что даже отец добился больших результатов. Первый раз пришел, потренировался, понравилось, затянуло. В самой борьбе просто выходить и бороться, я от этого процесса получаю удовольствие. Да, на сегодняшний день отца нету, и я к старшей семье, получается, кормились. Но все равно вот этот фанатизм к этому виду спорта оставить очень тяжело. Настолько она впадает в душу. А вот борьба действительно, это как наркотик. Тренируюсь, хоть и должен, да, сейчас, наверное, заниматься, решать другие проблемы, но все равно не могу оставить вот эти тренировки, вот эту борьбу, вот эту соревновательную. Весь процесс очень приятен. Я забыл представить нашим зрителям Ахмед Вараев, сын Адлана Вараева, ты старший сын. А остальные вообще занимаются борьбой? У меня четыре брата, и они не особо занимаются, иногда для себя больше, в степени. Для себя тренируются в ЦСКА, вот здесь в Москве. И так особо не отличаются интересом к этому виду спорта. То есть тебе гены отца передались, получается? Гены, наверное, передались всем, а вот любовь к виду спорта только у меня. Тебе по жеребьевке предстояло сегодня бороться с чемпионом мира, Курмагомедовым, магой. Как готовился, как настраивался? Ты же понимал, что он крепенький, невысокий, неудобный. Да. Понимал, но мага обыграл меня на опыте. Мага был намного лучше меня в этой свадке. Он грамотно подошел. У меня, наверное, такого опыта нету, потому что он действительно очень грамотно со мной поработал. И выиграл. И мага – борец очень высокого класса. Достиг тоже немалого в борьбе. А мне пока, пока что надо еще работать, значит. Я играл, надо работать. Скажи еще такой момент. Вот 74 килограмма уникальное на этом чемпионате России. Очень много звезд собралось. Вообще, когда вот видишь жеребьевку, понимаешь, кто приехал. На взвешивании видишь ребят. Как-то понимание есть в голове, а кто выиграет? Вот думали об этом? Нет, это же борьба. Она все равно непредсказуема. Есть, конечно, фавориты, и везде, даже в интернете, их фотографии были везде, в постах, в Инстаграме, в соцсетях. Но эта борьба здесь непредсказуема. Один день ты выигрываешь, как другой день ты проиграл. Так что, кто бы человек не был чемпионом мира, чемпионом Европы, олимпийским чемпионом, он такой же человек, как ты. Об этом мне говорил отец. Нет, если ты этого не понимаешь, то значит, ты не веришь в себя, какой смысл проходить сюда и бороться. Батя часто о борьбе вообще говорил с вами? Ну, скажем, наверное, достаточно часто. Отец тоже любил борьбу. Всю жизнь, наверное, он посетил борьбу. А самая вот запоминающаяся история от него? Скорее, не история, а одно событие. Я поехал по молодежи на международный турнир. Там боролись хорошие ребята, призеры мира, Европы, чемпионы Европы. И мне позвонил отец, и отец мне говорит, Ахмед, говорит, там очень сильный состав, говорит, поборись свое удовольствие. Ну, скажем так, он думал, с этими подделками тебе не справиться. И как-то так получилось, что я выиграл этот турнир международный по молодежи. И выиграл почти всех, кроме одной свадки со счетом 10-0. И когда я приехал, я помню, отец рад, улыбается, обнимает. Даже машину мне купил, подарил за это событие. Это, наверное, самый такой запоминающийся момент в моей жизни.